Вплоть до того самого момента, когда судья произнесла слово «Виновен Эдуард Шилкин надеялся на лучшее», но этого не произошло. Два года колонии-поселения по уголовному делу, основанному, по сути, на слухах, чем не прецедент для уголовного права страны. Волна судебных состязаний накрыла Шилкина на берегу озера Большое. У него тут дача. Эдуард получил предписание снести гараж, потому что он находится в природоохранной зоне. Мужчина согласился, но возмутился, почему невидимым для закона остался видный архитектурный ансамбль построек элитных дачников. Вот дом главы района Геннадия Качаева у самого берега, а это дача депутата городского совета Дмитрия Малюкова. С персональным пляжем, простым людям, прогулки по нему смертельно опасны. К 20 метров же зеленую зону. Ты спрашивай у хозяина, что ты у меня спрашиваешь? Я сейчас возьму ружья и начну шугать. Еще один сосед, прокурор Андрей Расторгуев. Когда Шилкин снял на камеру его владение, чтобы показать, какие еще дачи находятся в природоохранной зоне, прокурор испугался и написал заявление в полицию. И якобы до него дошли слухи о том, что в частном разговоре с кем-то Эдуард обещал с ним расправиться. Что любопытно, свидетель этих угроз от показаний потом отказался, но Эдуард уже был в СИЗО. По словам Шилкина, Расторгуева он впервые увидел в суде. Гособвинителем по странному стечению обстоятельств выступал друг прокурора. Именно он инициировал обыск в доме Шилкина, где нашли боеприпасы. По словам Эдуарда, он их видел тоже впервые. Кстати, при обыске в кадр оперативной съемки не попали понятые, но они потом появятся в деле. В вашем сейфе лежат эти патроны? Я не знаю, я не присутствую. Цепь моя. Не трогайте сейчас руками. Патроны чьи? В какой-то момент у Эдуарда появилась надежда. Еще до вынесения приговора его выпустили из СИЗО. За решеткой он потерял здоровье, истосковался по семье, но даже после всего в интервью нашему телеканалу говорил, от своей позиции не откажется. В колонию поселения Эдуард отправится через полгода. Суд дал ему отсрочку по состоянию здоровья. Что касается элитных дач, то они по-прежнему стоят.